Книга «Открытым оком». Тема объединения. Том 29. Вопрос 3987. Прошел уже год после объединения патриархии с зарубежной церковью. Налаживаются ли у вас отношения с местной или иной епархией? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Кепархии не подберешься. Закрытые и не пропускают. Вот по окрестным районам успели наведаться. И везде, где нет открытых храмов, там можно свободно с людьми вести беседу, евангелизировать. Но где есть храм и поп, там отравлено все. Сергеанский дух доносов и лютости против евангельской веры, так и курятся. Приехал брат Виктор Савченко, местный учитель, смотритель и воспитатель в лагере Стане. Он ездил в отпуск к родителям. И вот что стало известно. 9 августа 2008 года я был вместе с сестрой Ольгой на вечернем богослужении в селе Завьялова Алтайского края в храме Почаевской иконы Божьей Матери. Настоятель там отец Александр Гребенюк, 1962 года рождения. После богослужения около храма я побеседовал с одним прихожанином о книге «Открытым оком», 24 том. Предложил ему эту книгу, он ее купил. При этом присутствовал еще один прихожанин всего храма Никоненко Николай. У Никоненко Николая была дома книга «К истинному православию». Дала сестра Ольга ему почитать, но он ее пока не купил. Предположительно, что события развивались дальше так. Никоненко принес к истинному православию отцу Александру и, по-видимому, рассказал о продаже 24 тома. С какой целью Никоненко Николай это сделал, не знаю. Какая будет реакция у священника, он не знал. По телефону с ним разговаривала сестра Ольга. И вот, 10 августа, в воскресенье, в конце литургии, отец Александр резко стал высказываться в адрес Игнатия Тихоновича Лапкина и верующих его чат. Поначалу отец Александр читал профессора Осипова, который говорил о сектантах. Потом перешел на Игнатия Тихоновича. Страшный поток лжи изливался из уст отца Александра. Крайне неприятно было слушать это. За неделю до этого, то есть 3 августа, воскресенье, Игнатий Тихонович и отец Александр встречались и беседовали после богослужения. И отец Александр говорил, что приедет в Потеряевку. Игнатий Тихонович пригласил его. Вот что выдал отец Александр Самвона. Первое. Фотографировали при встрече с Игнатием Тихоновичем в храме без благословения. А в храме вовсе и не фотографировали. Я сам фотографировал в тамбуре, где они стояли. Второе. Якобы, что якобы Игнатий Тихонович назвал себя великим в мире проповедником. А он так себя вообще никогда и не называл. Третье. Что в их среду вторглись под видом русских православных христиан сектанты. Как шпионы подпоясанные. Это он в мой адрес сказал, так как я был в поясе рубаха на выпуск. Четвертое. Что мы бесплатно раздавали книги. Хотя бесплатно мы не раздавали их. Назвал Игнатия Тихоновича Лапкина и его верных в чат еретиками сектантами. Пятое. За отца Амвросия Юрасова и за его книги заступался. Да не в попад. Об этом был разговор, когда он встречался с Игнатием Тихоновичем. Сказал, что отец Амвросии писал, что к бабушкам ходить не надо. Видимо к тем бабушкам, которые шептуни, целители и прочие. А Игнатий Тихонович против книг Амвросия. Значит он, Игнатий Тихонович, за то, чтобы ходить к таким бабкам. Шестое. Еще солгал отец Амвросии, сказав, что Лапкин боится ехать в церковь Мамонтова. Так как приезжал сюда в Завьялово в храм. А мы долго рассуждали, что можно было бы и съездить в храм в Мамонтово. Седьмое. Что бесплатное крещение у них, как и у Лапкина. А то, что платите, это пожертвование. Отец Александр назвал священником Игнатия Тихоновича и сказал, почему он не в алтаре, не на литургии. Имелось в виду у него в храме. И несколько раз отец Александр угрожал, что будет гнать метлой. Или придется гнать этих сектантов. Придется милицию привлечь. Что-то еще было сказано, но мы с сестрой Ольгой не вспомнили после. Когда подходили ко кресту под благословение к отцу Александру, то я тихо шепнул ему. Всякая ложь от дьявола. Помолился его несчастной душеньки. После этого воскресного, в кавычках, пробуждения, отец Александр стал у местных прихожан ревностно спрашивать про книги, в кавычках, сектанские, то есть наши. Так и сказал, что на исповеди будет спрашивать к истинному православию. 10 августа определил на сожжение в печку. Спаси и сохрани нас, Господи, от волков в овечьей шкуре. 21 августа 2008 год. Брат Виктор Савченко. Цитата. 10 августа 2008 года мы всей семьей были в селе Табуны, в гостях у моих родителей. Утром я и Лена, жена, пошли в местный православный храм помолиться. И если будет возможность, познакомиться со священником и немного побеседовать. После литургии началась какая-то треба, и мы поехали к баптистам в их молитвенный дом. Тем более, что моя мама нас туда звала в гости, она баптистка из отделенных. Здесь мы даже приняли участие в их служении, пели вместе песни из сборника. По окончании моления все подходили к нам, все подошли к нам, протягивают руки для приветствия, улыбаются, хотя знают, что мы православные. Начался разговор. Я кратко рассказал о наших общинах, о месте, где живем, об уставе деревенском и церковном. Немного коснулись стороны вопросов о священстве, иконах, креста. Но все было очень быстро, где-то 10 минут. Ибо они торопились домой и приглашали нас еще. Одному их брату мы подарили книгу «К истинному православию» и 15-й том «Открытым оком». Показали фотографии. Затем мы вернулись в храм, чтобы встретиться со священником. Звать его отец Иоанн, Иван Дмитриевич Булгару, 1956 года рождения. Я позвал его на крыльцо храма. Пока он выходил, то давал распоряжение. Мы представили, сказали, что мы здесь в гостях, приехали из поселка Потеряевки. Что у нас есть община и в городе есть устав. По воскресеньям проходят занятия по изучению Библии. Сказал, что я брат Светланы, у которой он печатал что-то. Отец Иоанн говорит, что хотел ее крестить бесплатно. Но она что-то брыкается. Я говорю, зачем же ее крестить, если нет веры? Марка 16,16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Сначала нужно уверовать, а уж потом крестить. Вначале нужно научить вере. Сегодня же как раз читалось 1 Каинфином 1,17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Не надо стремиться крестить, кого попало. Ничего при этом не говоря. Зачем ему это надо, да притом за деньги? Он говорит, что если она покрестится без веры, то все равно она будет у Бога. Если умрет, то и отпеть можно будет, а так нельзя. Говорит, что имел разговор с одним старцем, который сказал, вот ты крестишь бесплатно, а где те люди? Ведь никого нет. Все они будут в осуждение тебе. После этого я стал крестить только за деньги. Я начал ему возражать, что должно быть сначала оглашение, и крестить нужно бесплатно. Отец Иоанн говорит, нет, я вижу, что вы во многом не сходимся. Да и как вы со священником разговариваете? Я вас первый раз вижу и имени даже не знаю. Да знаю я все это. Не надо мне ничего говорить, у меня есть епархия и епископ. У меня был знакомый, с которым были хорошие отношения. И вот он приходит раз с Библией, и давай учить, что то не так, другое не так. Потом он ушел в секту, затем в другую, а потом и свое что-то там создал. Потерял я его, видимо, навсегда. На этом он заторопился куда-то ехать. Я ему хотел подарить пятнадцатый том открытым оком, но отец Иоанн не взял, говорит, а зачем? Не надо мне. Сослался на занятость, куда-то опаздывает, и зашел в храм. Перед уходом пригласил приходить в храм, как гости. Конец цитаты. Барабаш Игорь. Исайя, пятьдесят четвертый стих. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Деяние двадцать двадцать девять. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Таразаконие, тридцать два двадцать восемь. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Иеремия, четыре двадцать два. Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумны они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют. Иеремия, тридцать шесть двадцать три. Когда Иегуди прочитывал три или четыре столбца, царь отрезал их песцовым ножичком и бросал в огонь на жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. О чем хлопочут день и ночь жильцы на этой крохотной голубенькой планете? И не щадя последних жарких сил, все что так пройденному неустанно лепят. Достроиться бы вовремя успеть, благим началом дать бы завершение, причалить неразорванную сеть благодаря Христа в лучах вечерних. Что пользуясь жить одним благополучием, богаче делаясь знатнее и умнее, характер же по-староверски злющий, река любви до лужи обмелеет. Эскорт аманов скрылся за туманом, когорта безголовых алофернов, змей семиглавый обольстил обманом и не по замыслам вдруг развернула ферта. Завоевателей невиданных просторов, кто точно знает, вычислив поштучно, бог вымел однодневок вместе с ссором, хотя наваливались безразмерной тучей. Нам, знающим, отбросить свои воли, по вертикали помышлять о горнем, терпеть для главного, пренебрегая болью, спеши, ведь жизнь не завершить повторно. Развязка и обрыв столь скоротечны, история в страницах пожелтелых, бродяно насыщенно картечью, капитуляция накрылась флагом белым. Сад оголенный нанесет тоску пугающим бесплодием хвостовства, и почему не щедр я был, а скуп от нам отпущенного кончик от хвоста. Всем сердцем, всей душой и крепостью всей, всем разумением любить Творца Вселенной об этом вдалбливал кратчайший Моисей, и ближнего люби, как сам себя, с почтением. 7 июля 2008 год, Игнатий Лапкин Моисей, Продолжение следует...